Городская спартакиада среди медработников началась в апреле. В ней участвуют 19 организаций, это порядка 12 команд. В городском шахматном клубе сегодня проходила интеллектуальная битва. О врачебных гамбитах в сюжете Ильи Кудрякова. Спартакиада среди медработников началась 4 апреля и продлится до конца года. Она включает в себя футбол, волейбол, шахматы, теннис и лыжи. В начале месяца прошли соревнования по настольному теннису. А вот сегодня медики должны блеснуть интеллектом. Турнир по шахматам проходит уже пятый год. Участвуют работники всех городских больниц. Всего 6 команд. Состав команды «Молодые мужчины, одна женщина». Предполагается соревнования по кругу, по подгруппам, по круговой системе. Победители подгруппы встретятся в финале. Участники будут награждены медалями, дипломами и кубком. У соперников разный уровень подготовки. Кто-то из них играет с детства, а кто-то пришел в этот спорт недавно. Но каждый рассчитывает только на победу. Партия длится 20 минут. За это время участники должны поставить оппоненту мат. Татьяна Ворнова увлекается шахматами со школьных лет. В этом турнире представляет третью горбольницу. Сегодня у меня была первая игра напряженная. Я сначала проигрывала, но потом мне повезло. Соперник не заметил. Была ничья. Очки, полученные за победу в турнире, пойдут в общий зачет команды. Следующие соревнования состоятся в июне, где медработники покажут свое мастерство в легкой атлетике. Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, Новости МТРК.